Более 70 мешков мусора собрали жители поселка Семчино с местных озер. Однако чище здесь не стало, ведь объем свалки по-настоящему огромный. Завалены несколько озер, а естественный туннель на подъезде к ним превратился в мусорку. Диваны, старые кресла, ветки, бытовой мусор. Многое люди кидают прямо из калитки. Появляется каждую неделю, можно вывозить постоянно. Собственным транспортом это все не вывезешь, потому что привозят камазами на тележках, привозят ночью в ночное время. То есть камеры нет возможности сюда поставить. Следить за номерами невозможно. Помощи неоткуда просто ждать. Диана Рязанова – активистка со стажем. Вместе с небольшой инициативной группой она убирает здесь мусор более пяти лет. Признается, что лучше не становится. Если раньше его выбрасывали только местные жители, то теперь подключились строительные компании. По берегам видны груды кирпичей, бетонных блоков и кусков асфальта. Местные власти на проблему закрывают глаза. Префектура в курсе, районная префектура. Администрация соизволила ответить только в соцсетях ВКонтакте. Обещали связаться в ближайшее время, передать проблему, сведения о проблеме. Но пока никаких новостей, ничего. Оставили обращение на наш дом в 62. Там тоже написали, что передано. Все передано, все принято к исполнению. И, как мы видим, просили таблички хотя бы поставить. Просили транспорт, а нас просто забыли. То есть прошли субботники со стороны Канищева по всему склону от парка. До Семчина просто не дошли. Про Семчину забыли, как всегда. Основные сложности вызывают крупногабаритные отходы. Ведь их на обычной легковушке довести до мусорного бака невозможно. Однако администрация навстречу не пошла. Не выделили ни машины, ни даже обычного контейнера, который активисты готовы сами загрузить. Пакеты покупаем сами, перчатки покупаем сами. Ходим, дети собирали мусор, нам помогали. Или просто тут в полях играют. Вывозим сами тоже на своих машинах по три, по четыре мешка. Кто-то пытался выносить отсюда, девчонки пытались доносить сами. Поняли, что это сложно, потому что до мусора, до контейнеров отсюда далеко. И стали просить помощи в группах, у кого есть машина, помогите отвезти. А между тем место является настоящей сокровищницей Рязанского края. Сюда приезжают на шашлыки, купаться, гулять и кататься на велосипедах. От местных пейзажей захватывает дух. Вокруг заливные поля, луга, фефелов бор знаменитый. Очень много аистов, очень много других различных животных. Тетерева вводится здесь в лесу утки. То есть достаточно красивая территория. Родники кругом. Вот это озеро родниковое, полностью которое, по пойме мы видим, загаживают, заваливают просто мусором. Мы направили обращение в природоохранную прокуратуру и администрацию города с просьбой разобраться в ситуации. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».